Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование Священного Писания, Евангелия Атеана на библейском портале экзегет.ру. И с вами сегодня я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Николоперевенской Срединской Семинарии Российского Православного Университета. На прошлом занятии мы с вами говорили и рассматривали 9 главу. Видели, что Господь исцелил человека слепорожденного, но иудеи, всячески упорствуя в своем неприятии Христа, искали разные поводы для того, чтобы опровергнуть это явное чудо и веру того человека, который ими был издан из синагоги. Это первый человек, гонимый иудеями за правду Христову. Далее 10 глава. Христос после этих событий говорит. Истина, истина. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал, что в том стихе сказано Иисус, но они не поняли, что такое он говорит. Итак, опять Иисус сказал. Истина, истина говорю вам. Я дверь овцам. Все сколько не приходили предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и кто войдет и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И далее говорит, я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит о овцах. Я есмь, говорит, пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Вот так Христос говорит о том, что всякий, кто входит не дверью, то есть не Христом, не через крещение Христова в Церковь Божию, тот есть никто иной, как разбойник. Такими разбойниками в Священном Писании виделись люди, отцами Церкви в их творениях, еретики и отступники от правды Божией. Например, Климент Александрийский пишет, цитата, Видим, как удивительно подмечает святитель Климент Александрийский, что можно Слово Божие превратить не во благо, а во зло, действительно, когда оно искажается. И далее, они закрывают себе вход в Царствие Небесное. Можно было бы сказать, ну, кто как хочет, так и понимает, подумаешь, богословие это наука философская, оказывается, нет. Климент Александрийский говорит, что этим самым люди, неправильно понимая Слово Божие, закрывают себе вход в Царствие Небесное. Вопрос не праздный, а очень важный. И тем продолжает, кого обманывают, не дают постичь истину. Не имея ключа от входа, они используют поддельный ключ, или, как говорят, отмычку, с которой проникают не в нужную дверь, куда мы попадаем при помощи божественного предания. Но, взламывая боковую калитку, ут краткой прибираются за церковные стены, всячески искажая истину и выпуская в качестве наставников, посвященных в мистерии и воспитывающих души нечестивцев. Конец цитаты. Такая пространная цитата о волках в овечьей шкуре, о которых здесь Христос пренебреждает, и о наемниках, пишет святитель Климент Александрийский. Он говорит, что они не дверью входят, не ключом к познанию и священному писанию, которым является святое предание. А святое предание – это и есть дух святой, живущий в церкви, с дней Пятидесятницы, передающийся через апостольское преемство. Но они, говорит, находят какие-то свои отмычки. Такую отмычку придумал когда-то в 1054 году, официальная дата откола римского епископа от Вселенского Православия, от Иерусалимской, Антиохийской, Александрийской церкви. Такую отмычку позднее придумал Мартин Лютер, такую отмычку придумали баптисты в 1609 году, Джон Смит. Странная у него была отмычка, когда он крестил сам себя, причем обливанием, ушел из Минонитской направления, потом опять к ним прибежал, говорит, я, наверное, сделал неправильно, потом сказал, нет, все-таки правильно. Кстати, баптисты сегодня настаивают на том, чтобы креститься именно полным погружением, обвиняя православную церковь в обряде вере, они так зациклились на этом обряде полного погружения, что не могут никак от него отойти. Такую отмычку и пролазание в боковую дверь придумали адвентисты, своей Лены Вайтс, пророчицы, которая надела столько ошибок и в понимании святилища, и в вычислении дней, о которых я еще скажу, дней пришествия Христа. Такую отмычку придумали и свидетели Иеговы, поэтому Климент Александрийский, Господь Иисус Христос и Климент Александрийский предупреждают, так и говорят, куда мы попадаем при помощи божественного предания. Священное Писание познается божественным преданием. О нем сказано, например, у апостола Павла, 1 Коринфянам 11 глава 2 стих. Сказано, стойте, держитесь предания. Хвалю вас, братья, что вы приняли предание. И далее говорит апостол Павел во 2 Фессалоникийцам, 2 глава 15 стих. Стойте, говорит, и держайтесь предания, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Здесь же, в 3 главе 2 Фессалоникийцам, 6 стих, говорит так. «Отвращайтесь от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Предание – это не то, что мы придумали. Снова повторю, предание – это Дух Святой, который Церковь приняла при своем рождении в день Пятидесятницы. Это Дух Святой, дающий каждому человеку возможность воспринимать Христа в присущем ему свете, а не в выдумках и фантазиях человеческого разума. Поэтому здесь так и предупреждает и Господь Иисус Христос об этих людях. И Климит Александрийский так и говорит. «Куда мы попадаем при помощи божественного предания, но, взломав боковую калитку, украдкой пробираются за церковные стены, всяческо искажая истину, и выпуская в качестве наставников, посвященных своей мистерии». То есть, говорит, и других учат, себя губят, проникают, и других учат. Действительно, Христос в дальнейшем говорит, что значит эти слова, когда Он у Себя говорит «Я есмь дверь». «Кто войдет мною», — девятый стих, — тот спасется. Что значит войти Христом в его дверь? Отцы церкви видели во Христе и здесь прообраз крещения, как дверь первая открывается нам, доступ в церковь, царствие Божие устроено здесь на земле. Но другие отцы, например, святитель Иоанн Златоуст, видел в двери именно правильное понимание и священного писания. Вот что писал святитель Иоанн Златоуст. Цитата. Заметь признаки разбойника. Во-первых, Он входит неявным образом. Во-вторых, не по Писаниям, что и значит «не дверью». Здесь Христос указывает и на тех, которые были прежде Него, и на тех, которые явятся после Него, на Антихриста и лжепророков, Иуду и Февду и других им подобных. И справедливо назвал Он Писание дверью. Оно приводит нас к Богу и отвергает путь богопознания. Оно производит овец, оно охраняет и не позволяет привходить волкам. Подобно какой-либо надежной двери, оно заграждает вход еретикам, поставляет нас в безопасности от всего и не позволяет впасть в заблуждение. И если мы сами не откроем этой двери, то будем недоступны врагам. По ней мы распознаем всех, как пастырей, так и не пастырей. Что значит «во двор»? Значит «к овцам» и «к попечению о них». Кто не пользуется Писанием, смотрите, какое предупреждение, кто не пользуется Писанием, но пролазит иным путем, то есть не идет установленным путем, но пролагает себе иной путь, тот есть вор. А что Он впоследствии Себя самого называет дверью, то этим опять не должно смущаться, предложает святитель. Он называет себя и пастырем, и овцою, указывая на различные стороны своего служения. Когда приводит к отцу, называет себя дверью, когда выражает свое попечение о нас, называет себя пастырем. Конец цитаты. Такое удивительно емкое истолкование святителя Златоуста по этому вопросу. И мы с вами читаем далее, как сказано в 14 стихе, есть пастырь добрый. Еще интересно по этому поводу сделать замечание, что он говорит, что пастырь добрый, то есть указывает тем самым, что есть пастыри, как мы сказали, и злые. Вот, например, Августин Блаженный пишет, цитата, «Он не добавил бы слово добрый, если бы не было злых пастырей». «Но злые пастыри – сами воры и разбойники или действительно самые большие – наемники». Конец цитаты. То есть то, что мы говорили о той хорошей русской пословице, не ради Иисуса, а ради хлеба куса. И мы читаем теперь 15 стих. «Как отец знает меня, так и я знаю отца». Здесь Христос снова говорит о единосущности отцу, говорит о двух природах в самом себе Богочеловеческой. Так и пишет, так и сказано, так и пишет Евангелист Иоанн. «Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Очень интереснейший текст. Кстати, часто очень на этом тексте спекулируют люди, которые говорят о экуменическом таком состоянии церковного единства. Они говорят о том, что во всех направлениях, во всех конфессиях есть искренне верующие люди, и вот искренность, она является критерием того, что люди находятся, то есть овцы не сего двора, мы вот пока там у баптистов, пока там у адвентистов, пока там еще в каком расколе, ну мы тоже овцы Христовы, Христос на страшном суде нас соберет, главное, что мы искренне верующие. Это очень грубое и серьезное заблуждение. Искренне можно поверить и в ложь. А вера имеет свое содержание. В православии есть четкий критерий, то есть кредо, символ веры. Мы знаем, что любое содержание оказывает на человека определенное воздействие. Если человек прочитывает какую-то книгу или просматривает какой-то фильм, он часто поступает так, как эти герои, о которых он там прочитал или увидел. Точно так же и символ веры. Он дает полное содержание, имеет влияние, я имею в виду, на человека, дает полное содержание, то есть некий навигатор, как человеку достичь Сарствия Божьей, если хотите так. Поэтому всякие те люди, которые говорят о том, что они овцы тоже этого двора и что искренность является критерием их веры, это ложь. Я помню, как однажды рассказывал, наверное, эту историю. Я был семинаристом первого курса и поехал помолиться за своего дядю, который сильно выпивал. Поехал помолиться в Серпухов, неупиваемой чаши. И когда я возвращался обратно, то мне говорили, давай быстрее, быстрее, уже было темно, электрички стояли, я быстро запрыгнул в электричку, здесь вдруг проходили люди, это были 90-е годы, люди ходили тогда, начали ходить по вагонам и носили чай. Ну что студенту надо? Я выпил чаю, съел пирожок и уснул. И вдруг проснулся, тычка такого в плечо, вставай, приехали. Я проснулся, выбежал из вагона, открыл глаза, читаю перед собой, написано Тула. Я искренне верил, что я еду в Москву. Я ехал из Москвы, но попал в Тулу. Поэтому искренность не делает ложь истиной. Искренне можно заблуждаться. Когда люди говорят по принципу, ну я в этой секте, потому что там много добра, потому что все, что я знаю, о чем я говорю, это работает, хочу предупредить, яд тоже работает и очень эффективно. Поэтому не надо здесь заблуждаться. Христос здесь говорит о том, что есть овцы и другие, и не сего двора. То есть он говорит, некоторые говорят о том, еще скажу, что надо поклоняться Богу в духе истины. Да, конечно. И Бог дышит где хочет. Да, конечно. Но есть такое понимание, которое заложено уже и в этих стихах. Благодать призывающая. Христос призывает войти всех в границы своей церкви. Некоторые говорят, у церкви нет границ. О чем вы говорите? Дух дышит где хочет. Нет, есть. Давайте вспомним с вами Евангелие от Матфея, 18 главу, с 15 стиха. Помните, когда Христос говорит о том, как поступать с братом согрешающим в церковь. Он говорит, если согрешил брат против тебя, поди обличий один на один. Послушает, приобрел ты брата твоего. Не послушает, возьми двоих троих. Двоих троих не послушает, скажи церковь. Церковь не послушает, будьте на тебя, как язычник и мутарь. Вопрос. Если церковь невидима, и все чадо церкви разбросаны в разных конфессиях, как в таком случае здесь исполнить слова Христа, скажи церкви? Это что, я должен бегать по всем конфессиям? Прибывать к баптистам, сказать, эй, баптисты, где у вас тут искренне верующие? К адвентистам, где тут искренне верующие? Еще к кому? К раскольникам, где у вас тут искренне верующие? Как мне исполнить слова Христа? Христос явно говорит о видимых границах церкви. Я как-то говорил о этих границах и напомню. Истинная церковь в Христовой земле, там, где сохраняется, но если хотите, скажу обычным таким языком, три признака. Первый – апостольская преемственность. Второй признак истинной церкви – неповрежденность соборов, на которых не изобреталась вера, а утверждалась и отсеивались все еретические заблуждения. Неповрежденность правил вселенских соборов и единства в Евхаристии. Нет чего-то одного. Этот человек находится вне церкви. Это самое краткое такое определение, чтобы нам понять, где граница церкви. Так Христос призывает, есть у меня, говорит, овцы, которые не сего двора, призывающие есть благодать, есть благодать, наполняющая все во всем, дух дышит, где хочет, да, свои призывающие благодать в единство веры. «И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Христос здесь говорит о своем добровольном, искупительном, о своей добровольной, искупительной жертве. «Никто не отнимает ее от меня», он уточняет, «но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, имею власть опять принять ее». Он говорит о своей божественной сущности, единосущен Отцу, им же вся выше. «Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями расприя. Мы видели, что расприя была между народами, когда о Силаами говорили в 9 главе. Теперь расприя уже между самими иудеями спор. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его». Другие говорили, «Это слова небесноватого». «Может ли бес отверзать очи слепым?» Они вспоминают то, что он исцелился для порожденного. Настал же, как сказано в 22 стихе, «Тогда в Иерусалиме праздник, обновление, и была зима». Что это был за праздник обновления? Это была Ханука. Она праздновалась в честь того, что антиох Епифан, освобождение Иерусалимского храма, когда завоевал ее антиох Епифан Иерусалим, он осквернил храм. И мерзость запустения, о которой было сказано еще пророком Даниилом, 2300 вечеров и утра, она продолжала 6,5 лет. 6,5 лет. Некоторые адвентисты ошибаются в этом вопросе. Можете посмотреть на портале православие.ру. Там у меня есть целая рубрика «Миссия в инославной среде». Я раскрываю эту ошибку. Они говорят, что это не 6,5 лет, а что это 2300 лет. То есть, берут день за год. Это заблуждение. На самом деле, здесь говорится о этом празднике, когда после 6,5 лет была мерзость запустения, антиох Епифан завоевал Иерусалим. Это 170-й по 164-й год до Рождества Христова. И там было Маковейское восстание. Это Маковейское восстание восславил священник Мотофан. И они, в общем, такое было целое... Мотофея, да, это было целое такое партизанское движение. И они освободили Иерусалим и восстановили его. И иудеи, в общем, имели независимость и свободу до 63-го года, пока римляне их снова не... По Рождеству Христову уже... Пока римляне их снова не поработили и не поставили своего прокуратора. Здесь именно говорится об этом празднике. Настал же тогда в Иерусалиме праздник, обновление. И была зима. Иудеи праздновали свое освобождение от этого засилия и рабства. И далее 23 стих. Сказано, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Мы видим, сколько раз уже Христос им говорил о том, что он и отец одно. И снова здесь опять скажет, что я и отец одно. Но, как мы видели, что иудеи ищут не ответа, а они ищут, в чем упрекнуть, или в чем, в какой фразе, или в каком слове уловить, для того, чтобы объявить его отступившим от закона Моисея. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю я, во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих. Как я сказал вам, овцы Мои слушают голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». То есть, хождение за Христом это состояние покаяния. У иудеев его нет. Поэтому он говорит, «Вы не обращайтесь ко Мне, и не идете за Мною, и не знаете Меня, и не слышите голоса Моего. Но овцам своим, то есть верным чадам Божьим, я даю, говорит, жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Как хорошо находиться в ограде Божьей. Как говорит псалмопевец Давидс, «Лучше на пороге в Доме Божьем нести какое-то самое простое послушание, самое простое служение, нежели в шатрах нечестия». Действительно так. Мне тут вспоминается история, которая произошла, описывается в книге «Бытия», которая произошла с Диной. Помните, когда народ израильский уже вошел в землю языческую, и там вышла Дина полюбопытствовать, посмотреть, и была обечественна. И вот Блаженный Августин по этому поводу пишет, «Не выходи из церковной ваграды, чтобы не быть обечественной». И там была еще целая расприя. Наверняка многие из вас помните эту историю. То есть любопытство Дины, выход за ограду церковную, породило такое то, что над ней произошло надругательство. И так далее. «Отец мой, 29 стих, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их, то есть чад из рук отца моего». И здесь прямо Христос утверждает и уже говорит «Иудеям «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Мы видим, они у него спрашивают, «Ты ли Мессия?» Он говорит, «Да». Он уже открыто говорит, «Я и Отец одно». Они берут камни, за что они его хотят побить? Потому что считают теперь, что он богохульствует. То есть они сначала добиваются у него ответа, «Ты ли Мессия?» «Тот». А теперь Христос им говорит, «Явно я, я Альфа и Омега, единосущный отцу. Я и Отец одно». Они берут камни и говорят, «Ты богохульствуешь». Точно так же, как снова-снова вспоминают слова. Когда он говорил, когда обвиняли Христа в то, что он ест и пьет с матарями и грешниками, он говорит, «Мы пили». Пришел Иоанн, говорит, «Не ест, не пьет». Житель пустыни, аскет, монах. И вы говорите, «Вот, человек ненормальный, ненормальный живет, нам не нравится». Пришел Христос, «Ест и пьет с матарями и грешниками», говорят, «Вот, плохой». «Ест и пьет с матарями и грешниками». То есть, не угодишь. Говорят, «Мы пели вам плачевные песни, вы не плакали. Играли вам на свирели, вы не плясали». Точно так происходит и в сегодняшнем современном мире. Людям приводят множество фактов, множество доказательств. Есть библейская археология, точности библейских текстов, свидетельства, раскопки, кумранские раскопки, мертвого моря. Люди говорят, «Нет, Библию переделали, предписали». Тот, кто не хочет поверить, тот не поверит. Действительно, есть хорошая пословица, она так и звучит. «Ни вольник, ни богомульник». Нельзя человека насильно заставить верить. Здесь дело его свободы. Что он ищет? Если он ищет всегда противоречия, а не веру, и не Христа, то он и будет на них натыкаться в своей гордости и самомнении. Если же ищет Христа, то найдет того, а впрочем, что его искать? Он уже нас нашел своим Богочеловечеством. Итак, мы читаем с вами далее. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя, а за то, что, ну вот о чем мы и говорим, за то, что, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы Боги? Если он называет богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дело Отца Моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верьте мне? А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». И тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. Интереснейшее здесь событие происходит, как я уже сказал, Христос явно говорит и опять не хотят поверить. Итак, он говорит им, что я и Отец одно. Да. Здесь еще есть интересные такие слова, говорят, что я и Отец одно, и вот на это обращает внимание, например, учитель церкви Тертулиан, цитата, он сказал, я и Отец одно, то есть он говорит, мы суть одно, эго кай и патер эн эсмен. Пусть читающий обратит внимание, продолжает, и поймет, что он не сказал, я и Отец, а сказал, я есть одно, эго кай и патер эн эсмен. Но мы суть одно, эн эсмен, ибо мы суть говорится не об одном, но о двух. Он показывает два лица, но одну сущность. Очень интересное замечание. Итак, мы видим, что здесь они снова хотят его схватить, но Иисус уклонился от них, как мы читали в предыдущих главах, что не пришло еще время пострадать Христу. Многие пришли к нему, как далее в 41 стихе сказано, к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. И многие, 42 стих, там уверовали в него. Видим, что приходят люди, ученики Иоанновы, и говорят, что Иоанн не сотворил какого чуда, Иисус же сотворил чудеса, и что то, что Иоанн, креститель, указывал на Христа, вот Агнец, берущий на себя грех мира, они говорят, точно теперь все исполняется. И как 42 стих свидетельствует об этом и заключает эту главу, сказано, что и многие там уверовали в него. «При Pittsburgh» «При Tools» «У dripping» Продолжение следует...